Взаимоотношения в команде, во время тренировочного процесса в зале, в раздевалке. Как зарабатывается авторитет? Каким образом можно стать в команде своим? Я попробую ответить, приведя пример. Мне удалось поиграть в команде «Ютуджас» со Стоктоном и Малуном. Это пример двух лидеров абсолютно и диаметрально противоположных. Карл Малун – это был лидер вокальный, который говорил, зачем ты ему руку подаешь, если он упал к сопернику? Все, уйди. То есть он был везде. Он говорил тренеру, что мы делаем, он говорил игрокам, он говорил судьям, что так нельзя, он говорил сопернику, уйди. То есть он был везде, он был фигурой, которая прям заведовала всем. Джон Стоктон, тишина, ты никогда его не слышал, но он был первым на тренировках. Он был первым в любом упражнении в 40 лет. Он пластался за каждым мячом, он своим примером показывал нам, вот это такое отношение у тебя должно быть. Если он в 40 лет не позволяет себе расслабиться или где-то сачкануть, почему ты парень, который только пришел 20-20 лет, почему ты должен себе это позволить? То есть две разные абсолютно истории, да? Ты можешь быть таким лидером, а ты можешь быть очень спокойным лидером, а ты можешь быть лидером на скамейке, который не играет ни минуты, но у тебя фантастический авторитет. То есть нету одного рецепта, как ты можешь это сделать. Наоборот, есть много разных историй, как ты можешь быть уважаемым в команде, что ты можешь для этого сделать. Мне кажется, что это больше, наверное, внутренний такой стержень, который тебе позволяет всех вместе объединять и делать лучше. Продолжение следует...